Весокие стандарты, поставленные тобой вчера, становятся реальностью для наших специалистов уже сегодня. Продукция Генетик Клаб создается командой профессионалов на современном производстве по стандартам управления безопасности ХАСП и ИСО. Генетик Клаб. Когда важен результат. Ты наступил на свой вес, который ты будешь сейчас поднимать. Это все твои. У нас же есть уже Александр Невский, мы всегда прекрасно знаем. Сбил это щеню руками. А здесь зачем мы так делаем? Я смотрю, это распространенная тема. Плечами, плечами, плечами. Почему руками, блядь? Ну, поэтому, что мы имеем? Широкий этап. Да, да. На всех работай, на всех судей поработай, блядь. Знаешь почему? Потому что он в душе же кто? Ингестра Оленька? Ингестра Оленька, блядь. Ебать. Все правильно, Андрюха сказал. Качкинг спиздяет. Зачем платить деньги, блядь? Опиши наш треугольник, блядь. Спортсмен. Сука, ромб, который хуй поймешь, где заканчивается, блядь. Ребят, для тех, кто сдает анализы, есть возможность сдавать анализы со скидкой 30-40%. Скачав просто вот это вот приложение, перейти по ссылке в описании, скачиваете это приложение. Вот так вот оно выглядит. Там регистрируетесь и, соответственно, все необходимые анализы, которые вам нужны, из списка выбираете, добавляете их в корзину, оплачиваете. В корзине они будут уже у вас сразу со скидкой 30-40%, в зависимости от того, там на каждый анализ разные скидки. Поэтому экономьте на анализах 30-40%. Очень важно, что это приложение работает в любой точке России и сотрудничает оно с клиниками Helix и Gematess. 30-40%. Регистрируйте, скачивайте на здоровье. Четыре яичка с утра на завтрак с пачкой вафелек, блядь, понимаете? После тренировки он выпивает раз в три месяца протеин, порцию, потому что ему задонатили на эту порцию протеина. А пришел он, когда с работы, с тренировки с четырехчасовой, ты что кушаешь? Не знаю, если жена что-то приготовила, я поел. Если не приготовила, я не поел. Ну, круто. И руку 55 сантиметров имеете. Вот пахарь. Ну, братик, ну... Это природа. Ну, да. Все, я про это и говорю, я вот что хочу сказать. Мне было приятно с ним познакомиться и вот покачаться с ним месяц так. И уверен, что это так. Если это так, это просто пиздец как. А если это просто хайп для того, чтобы о нем все говорили? Да, да. Ну, я про это говорю. Еще раз говорю. Если это действительность на самом деле, а это мы рано или поздно все равно узнаем. Что, ну, он химичит и тренируется. Я имею в виду еще раз говорю, химичит, ладно, химичит. Вопрос, какой ценой и что будет со здоровьем? Потому что если он там 18 лет уже такой... Ну, нет, сколько ему? Или сколько там? Двадцать четыре. А, пять, четыре, парень. Ну, что-то говорить, что он там уже, какие-то ферминиальные показатели уже давно были. Ну, да, да. Но для двадцати четырех, что двадцать четыре рука у него? Пятьдесят пять или пятьдесят шесть. Ну, ну, у меня так же было. Сухая, блядь. Но, одно дело, когда вы профессионально занимаетесь. А у дяди Вани, у дядьки моего отца, она вообще рука, блядь, под шестьдесят было. Так он косил так, что все не могли его догнать. А если что обсуждаем? Я не знаю, ты не задал вопрос. Я еще говорю, феноминальных людей в мире очень много. Очень много. Вот, и есть люди-шахтеры, наверняка, которые, блядь, знаешь, там, бегают в шахту так, чтобы... Ладно, я знаете, как вопрос поставлю? Все говорят, вот у него там рука пятьдесят пять сантиметров. Вопрос, стоит ли спрашивать у человека совет, как накачать бицепс, когда он ничего специального для этого не делал, и у него рука просто сама по себе хорошую форму имеет, и хорошо отзывается на нагрузку? Я думаю, знаешь, не спрашивать, а все-таки за пример взять. Ну, типа, вот поставили его, к примеру, в пример. Как вот накачать руки, как Усмаева. А что он может сказать, если у него нет режима питания, если он генетически просто одаренный спортсмен? Я тебе так скажу, что люди всегда хотят столкнуть людей лбами. Нет, просто обсуждаю. Нет, нет, мы же говорим про других, я тебя обсуждаю, да? И всегда, стоит ли у кого-то что-то спрашивать в совет? Стоит. Вопрос, что ты в этом совете хочешь для себя взять ценного? Вот, например, для меня, если бы я сейчас, допустим, там, мне бы Александр Федоров был бы просто обычным человеком, да? Я бы задал этот вопрос, но с целью другой. Что он будет рассказывать? И мне ценность, ценность вообще этого, то, что он будет рассказывать, нужно быть к тому, что, блядь, не протеины, не какой-то феноменальный вау-стимул какой-то, какой-то, блядь, я не знаю, там, комплекс тренировок, какая-то определенная фарма, которая стоит бешеных денег, бешеные дозировки гормона роста. Он просто пахарь. Да. И сегодня, за счет того, что он очень много тренируется, фанатеет своим делом, и, скорее всего, у такого человека в мышлении, вот туда, на гипофиз, протоптана такая дорожка, которой он никому не говорит, чтобы, сука, никто не докопался. Это его самый настоящий анаболик. Давай. Сегодня качнем спину. Всем привет, короче. Вот небольшая дискуссия была, потому что вчера провели с Алексеем прямой эфир, и в комментариях очень много под роликами. И вчера на прямом эфире у меня спрашивали про Смаева. Я даже не знаю, как его зовут. Вот фамилия только Смаев. И мы просто решили немножечко обсудить не конкретно его, а конкретно, может быть, как спортсмена, не личность его спортсмена. И просто немножечко подискутировали на эту тему. Есть над чем дискутировать. И у Александра всегда вот такие вот обтекаемые ответы, очень глубокие. Интересно слушать на самом деле. Но иногда, согласитесь, я думаю, вы со мной сейчас, хочется от Александра больше конкретики. Ну, типа, да хуйня. Да смотри, не-не-не, смотри, конкретика будет конкретно только в том, в чем я уверен. Конкретика будет по отношению ко мне. Конкретика будет по отношению к тому, в чем я уверен. Конкретика будет там, где я реально уже вижу четко вот так. И я в этом уверенно скажу, блядь, не еби голову, будем делать так. Но когда я человека даже не знаю, судить вообще за глаза его я вообще не вижу. Понимаешь, я не имею права просто. И поэтому, конечно же, феноменально, да, рука, генетически одаренный парень. Блин, помочь бы ему, может быть, мотивация, может, что он хочет конкретно, понимаешь. Когда говорят, что скромный, ну тогда если ты скромный, зачем тебе ютуб? Ну да. Блин, ну подожди, ну вот когда начинают такая история, я не понимаю. Давай так признаемся честно. Я уверен, что ему кто-нибудь уже предлагал переехать. Да, братулечки, да ради бога. В Питер, в Москве. Да пускай он хоть звездой знает. У нас же есть уже Александр Невский, мы всегда прекрасно знаем. Вот, кстати, да, вот человек, который в бодибилдинге полный ноль, и в тусовке билдерской, да, он прям его критикует и ненавидит. Но он человек, которого все знают. Ром, Ром, я тебе уверяю, что в Америке масса, масса здоровых, блядь, чуваков, сука, которые кажутся, ёпта мать, ты уже без пяти минут, мистер Олимпия, почему ты не выступаешь? Но почему ты же не выступаешь? Стесняется. Да. Философия не поступает. Поэтому здесь еще раз говорю, очень много ребят. Я реально, когда мы в Америке были, там, блядь, приходят такие, думаю, блядь, это еще новая, что ли, звезда какая-то, он идет в два раза больше, чем Хилл Хит, блядь. А на сцене так не кажется? Нет, а он даже не выступает, я не понял. Он туда же и не идет, потому что, ну, не знаю, может скромный, может быть... Да, может быть, ну, не хочет. Может, не хочет. Вот именно, может быть, это то же самое. Почему мы о нем так вот, понимаешь, у нас российский минуты, сука, да ебанц надо человека вытащить из него. Конечно, если он сам это делает, молодец, это его, ну, как бы, путь стать звездой. Ну, круто, окей. Вот такой или вот такой? Нет, ты парень широкий, значит, широкий. Мы же хотим на ширину, мы хотим мощно, да. Ого себе. Или совсем широко будет, да? Ну, мне кажется, да. Не, ну, можно пробовать. Пробуй, пробуй. Сейчас надо это как разминка растягивать. Да, пробуем. Что получится будет. Ух ты. О! Ноги вытянем. Струну, струну. Тяни носки вниз. Поясница ровная. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот так. Во. Утягивай, 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 утягивай. Под напряжением держи теперь. Во. Работаем. За голову. Раскетинь вниз, да. Еще. Еще. Два. И еще раз. Молодец. Я ничего не буду уже говорить. Руки нормально все? Да. Руки нормально? Да. Струнку должен, да? Спину, поясницу прогнуть. Интересно. Интересный вариант исполнения подтягивания. Обычно все поясницу прогнули, ножки согнули и тянут себя к груди. Ну, так же классически все подтягиваются в основном. Сейчас еще маленький момент. Если попробуешь, руки до конца не упрямляй, их немножко подсолнули, держи. И старайся широчайшую под... держать напряжение. То есть ты ее вытягиваешь хорошо, но вытянутую напряженную старайся. Я прямо сейчас вот вопрос, который стопудово возникнет у многих. Ширина охвата и амплитуда совсем маленькая. Скажите. Мы сейчас делаем это разминка. Мы растягиваемся. Мы сейчас максимум... Помнишь, как максимальное количество раз набиться мы делали? Первый подход. Вот мы сейчас делаем так уже разминку на спину. То есть подтягивание это разминка? Да. Не основное упражнение? Ну, вот сейчас оно нет. Сейчас мы берем как раз, чтобы максимально не взяться поуже, чтобы амплитуда была больше. Пускай пробовать. Поймутся. Надо попробовать. Еще раз. Одну струнку. Да. Руки до конца не управляй. Во, растянулся. Правильно. Во. За голову. Вниз медленнее. Хоп. Вот так. Хоп. Вниз медленнее. Хоп. Еще. Два раза. Еще раз. Молодчик. Блядь, ништяк. Когда руки удерживаешь полусогнутые, поинтереснее? Ну, стараешься сконцентрироваться только вот на этом движении. Норм. Норм. Два. Еще два. Еще два. Еще два. У, бляха. Вот, хорошо, да? Кнофа прикольно, да? Вообще, все это во время одного подхода все эти эти, это прикольная тема. Прикольная тема. Так, ну что, с широким хватом. Помни, я эту максимально широким. И сейчас мы тянем, ты же вверх хотел? Да. Значит, куда тянем? Круди. Ну, давай чуть-чуть. Пойди, да, чуть-чуть сюда, да. Но с максимальной растяжкой, да? То есть надо из этого, поскольку это Т-гриф, там зафиксировано, да, ты должен вырубать таким образом, чтобы амплитуда была максимально большая. Да, 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 локоточка у нас не в сторону, вот так. А сейчас вспоминай. Это маленький вес, да, во-о-о. Коснулась мне, значит, сильнее я растягиваюсь, во-о-о, во-о-о, так. Руки до конца не упрямляют. Руки до конца не упрямляются. О-о-о. Без задержки не вставай. Назад, вперед. Назад, вогти к себе чуть-чуть. Теперь к себе широчайшую, больше. С маленьким весом. Даже независимо от того, что вес маленький, тебе все равно нужно держать его в напряжении. Вот. Вот туда, вперед, а не вверх. Вот так, вот так будем делать. Во-о-о. Вот так. Вот так будешь делать. Вот так. Не вверх, а вперед. Понял. Рома, ты наступил на свой вес, который ты будешь поднимать. Это все твои. На икрах? Ну, здесь, ничего. Сейчас будем бомбить. Мне вот с одним блинчиком было прям огонь. Ну, ты как потом пацанам будешь в эфире объясняешь с одним блинчиком? Я, может, ты не дашь им поводов тебе сомневаться? А то они не понимают, в чем поводов. Вообще. Мне кажется, они уже начали привыкать. Уже осознание у них пришло. Они все это приняли уже. Мне кажется, они начали даже проецировать на себя. Новый хайп начнется. Хоп, а теперь по-другому. Опять звонило. Только все привыкли. Только перестали плохие комментарии писать. Во. Руки на конца, например, плечи, плечи, плечи. Ты за счет рук вытягиваешься, она плечами вытягивается. Во. Плечи. Во. Вот так. Голу вверх. Смерть вперед. Вот так. Вот так. Поехали, поехали, поехали. Еще. И еще два раза. Груди, груди. О, блядь. Блядь. Ну, здесь вот сколько килограмм? 60? Ну, можно сказать, 60 будет, да? Вот. По большому счету, это 30 килограмм на руку, да? Ну, согласитесь, канистра бензина носит обычный мужик. Блядь, он же без ляма ходил. Я тут попробую сумку моей жены поднять. Говорю, я вот так и все. Вот я вот так думаю, блядь, знаешь, если бы я с лямками, я там так и написал. Зая, неси сама, потому что лямки в спортивной сумке остались. Ну, это пиздец, извини. Нет, а тут и нет тренировки на письме. Да нет такого понятия, ты должен сам... Мечером утоменец? Они, мои, мои лично привыкли. Я реально вот сейчас мы делали, я делал только становую тягу, когда за 180 зашел, взял лямки. За 180 становую, да, беру. То есть, когда заоблачный вес относительно даже той жизни, в которой ты живешь. Ну, надо сопоставлять просто, да? Но тоже самую гантель я стараюсь тянуть без лямки. То есть, там 65, там 70 беру, но я без лямок не беру, все равно. То есть, это хват. Хват это, ну, когда твое все. Ну, опять же, поставим вопрос так. Если я могу поднять большой вес, но кисть не держит, целесообразно использовать лямки? Тренируй кисти. Поехали. Не такого ответа вы ожидали. Сейчас соревнования по хвату есть, поэтому можно. Участвовать. У меня только по рукопашке. Хватом могу поучаствовать. Так, давай, чемпион. Все тоже самое. Давай, чемпион, собрали. Работаем. Давай. Отлично. Во! Другие мусор работы. Голу вверх. Я пускаю вниз. Вот так. Цель впереди. Внизу нет мигера. Давай. Еще. Еще. Спину тащи, не руками. Еще. Еще раз. Как ни странно, но в спину залетел охуенно. И, к сожалению, многие недооценивают эту поддержку. Поддержка играет колоссальную роль в плане прогресса. Блядь, ну настолько колоссальнейшую, реально. Ну вот, обрати внимание, когда ты на подготовке, одно дело, когда тебя поддерживают или когда тебя не поддерживают. Согласен. Как бы ты ни выебывался, как бы ты ни тренировался, но не будет такого прогресса, если вокруг тебя нет людей, которые тебя поддерживают. Ты не выступишь на соревнованиях, если нормально не покажешься, если, блядь, не хлопают. Ты такой ощущением, как пустоту все отдаешь. У тебя нет обмена энергии. Люди не понимают этого. Сука, я сколько раз говорю, я встречаюсь, они говорят, да все это чушь, чушь, чушь нахер. Я даже ни с кем не спорить, ни говорить, ничего не хочу. Но те, которые люди живут на энергии, они понимают, в чем кайф, они от этого и прогрессируют, они тащатся от этого. Собрался. Веса не больше 100. Вообще насрать на вес. Работаешь спину, спину прожимаешь. Ты не думаешь о том, чтобы поднять, ты точно так же прожимаешь спину. Как ты цель в начале тренировки поставил, так же ты тренируешься. Давай. Работаем. Сам. Раз. Груди. Не подниматься. Еще. Еще. Оп. Оп. Два. Оп. Оп. О, блядь. А то, блядь. Тут чуть надо, да, блядь. Это будет крайний подход. Фух. Раз. Два. Три. Ставь. Поехали. Раз. Плечами, плечами, плечами. Почему руками, блядь? Плечами ты. Растягивайся. Растягивайся. Дыши. Еще. Два. Раз. Еще раз. Просто. Нежданчик, да? Я ожидал. Вы становитесь предсказуемым, Александр. Я очень рад. Мы понимаем друг другу твое слово. Я всегда тебя жду подвох. Молодец. На всякий случай. Когда она тяжелая, я ее понимаю, что она вот прям тяжелая и кайфую от этой тяжести. Адреналина вообще никакого нет. Помнишь, я тебе говорил, да, сначала веса как сильно упали, а сегодня, смотри, как. Веса потом возвращаются. Но только надо их наложить на правильный русло. Будет совершенно другой эффект. Сильно растянусь. Не руками, а по-сильно. И плечи сначала. Во. Выше. 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 Ровнее груди. Еще. Еще. Давай, давай, давай. Работай, быстрее. Еще. Не поясницей, плечи вверх. Вот так. И еще раз. Ставь. Как она? Ну, сама спина не сказка, но тренировка спины сегодня прям сказка. Тяжелая, сука. Выше плечи, да. Сам поясницы не прогибайся, плечами тащи. Вот так. Вот так. Вот так. Еще. Три. Раз. Два. Ты голову поднимаешь, поясницу вытягиваешь, да? Да, да, да. А не плечами. Вот эти первые повторения. Оно как бы, ну, непроизвольно. Вот инерция. Да, 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 да. Вот она не должна быть. По спортивному питанию. Просили вас, поспрашиваю. Как это? Погонясь по материалу. По спортивному питанию. Давайте зайду так. Вопрос задам. Насколько важно присутствие сапплемент, да, вот именно спортивного питания, добавок в рационе, так скажем, человека, который хочет построить тело. Не просто занимается зожим, ходит в зал три раза в неделю для здоровья, а именно для человека, который преследует наращивание мышечной массы. Неважно, любитель или профессионал. Ну, давай так скажем. Сейчас я буду версии накидывать, да, но есть неоспоримый факт, который есть. Все спортивное питание, это изначально то же самое питание, что для детей, которые не смогли кормиться в груди матери. Ну, только для взрослых. Смеси вот эти вот. Все то же самое, все аналогии, одна и та же. Сырье практически одно и то же, ну, вопрос только там добавок и все остальное, да. Вот давай представим, чтобы курицу, из курицы вытащить белок, пустить ее и пустить его туда, куда он должен уйти, в клетку. Времени нужно два часа. Более того, сколько энергии будет затрачено на то, чтобы это все переварить? В желудке, да. Мы знаем от того, как мы поели, хочется поспать. В принципе, аналогии есть. Мы с помощью спортивного питания, особенно ты когда тренируешься там, потренировался, тебе еще нужно пойти на работу, тебе еще и другие дела есть, но некогда. Да, тебе нужно компенсировать затраченную энергию, плюсом еще то, что ты сжег на тренировке, да, тебе нужно компенсировать. Но, к сожалению, как аминокислоты, ну ничего лучше не примет. Потому что аминокислоты в кровь попадают через 20 минут, они уже в расщепленной форме. Поэтому, ну, здравомыслящий человек должен сам это понимать, что спортивное питание, ну, сегодня просто необходимо. Вопрос его качества только. Потому что зачастую, конечно, когда мы едим, и там присутствует порошок, намешанный с мальтодекстрином, чтобы вкусно было, понимаешь, и аромат туда добавили, и, в принципе, мы потом только пердим с него, и толку никакого. В принципе, наверное, нецелесообразно. Но если это натуральные, действительно хорошие добавки, такие, как протеин, например, как аминокислоты, я считаю, что просто без них невозможно. Просто невозможно. Они, понимаешь, в Америке, если так разобраться, они продаются в аптеке. И там люди покупают, не спортсмены, а обычные люди, потому что, грубо говоря, даже уже человек в возрасте, ну, чтобы ему мясо переваривать, чтобы его получить. Ну, врачи же протеин проваривают самым бабушкам и дедушкам. Понимаешь, у меня со мной не переварить уже, то есть надо что-то более легенькое, да, чтобы не затрачивать много энергии. Энергия нужна для того, чтобы ходить, а не для того, чтобы жрачку переваривать. Ну, надо просто логически просто на это смотреть. У меня бабушки даже протеин прописывали. Ну, я более того скажу, у нас вот есть знакомая, у нее, ну, полжелудка отрезана. Она, ну, худенькая-худенькая. Протеин просто начала пить, вот мой начала пить, блин, говорит, ну, говорит, мне поживее стало. Потому что, а, она просто не тратит энергию на переваривание основной еды. А что она поест, она теперь может только супчик поесть? Что в супчике, сколько там, сколько там протеина получится? Поэтому порой бывают люди почему-то видят, это, знаешь, еще скептически относятся, потому что протеин для них это химия, от которой стоять не будет. Но они даже не могут перевести, блядь, протеин, блядь, на русский язык. Понимаешь? И вот в этом самая большая проблема. А дальше идут аминокислоты, пожалуйста, есть определенные добавки, там БАДы. Там уже немножко другая специфика, надо все-таки смотреть. Омега-3 у нас, ну, просто необходимо, да, если посмотреть. А говорят, что, ну, есть сторонники, что это, типа, маркетинг, что омега на самом деле не такая необходимая добавка. Ты знаешь, а что тогда эти самые, а что тогда кардиологи прописывают Амакор? Угу, угу. Блядь. Если маркетинг, подождите. Амакор прописывают, а это нет. Это то же самое омега-3. Ну, сейчас же в обществе у них, в принципе, общество настроено так, что они любую добавку и любое назначение, даже пусть у врача, если врач говорит, они всегда подвергаются сомнению. Так в этом пойми, что у нас сегодня чем хайп-то как сделать? Милдранат. Не будем забывать. Да, да. Обратите внимание. Милдранат сегодня самый крутой внутривенный продукт два раза в год. Сука, после него бегаешь. Ну, конечно, подумали, запрещенный. Но это уже в 70-м году он был придуман. Ну да. Я еще маленьким ел его. И реально он помогал, понимаешь? Он реально, когда сильные нагрузки он поддерживает. Ну, как? Ну, а сегодня... Сейчас мы тут идем. Как вы считаете, Милдранат действительно можно посчитать как допинг? Нет. Я считаю, что надо все-таки четко понимать, что является допингом, что увеличивает явную скорость и те препараты, которые способствуют, чтобы не убить свое здоровье. Это разные вещи. Поддержка. Поддержка. Вот есть понятие поддержки, а есть понятие, когда это допинг. То есть, когда от Милдраната побочных действий 0,1 практически нету, например, от той же фармакологии начинается гормональный фон, когда ты немножко начинаешь превышать для своей силы, то все начинает в дисбаланс идти. А отсюда страдает и все остальное. Вот это, я считаю, нельзя делать. Потому что у нас, в принципе, на фармакологии-то все могут посадить, а вот грамотно с нее вывести, проблема. Один. Выше плечами. Два. Три. Четыре. Нет. Пять. Сам. Шесть. Безрывка. Семь. Больше отдохнул. Работай больше. Еще. 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 Два. И еще раз. Еще один подход. А еще, знаешь, по поводу хвата, ты говорил, что лямки использую, да? Вот представь, что мы вообще не держим просто к руке привязать вес и тянуть. Иннервация хорошая? Нет. Цепь ручится. Да. Цепь ручится. Вот. Поэтому, понимаешь, когда ты все-таки взял ее более плотной, она твоя, это твое. То, что к тебе привязано, ты это не контролируешь, оно уже не твое. Поэтому все равно нагрузку на предплечье, если оно слабое, нужно обязательно давать развивать его. Потому что в некоторых моментах даже где-то я использую залом хвата, например, как в трицепсе, чтобы довести не так его вытаскивать, чтобы оно пружинило, а чтобы сверху, и ты выдавливал как можно сильнее уже. То есть кисть должна полностью контролировать. То есть она должна быть настолько сильная, чтобы только в крайних случаях он попросил у тебя помощи, привяжи меня. А все остальное должно понять, как вот, знаешь, это вот, как сказать, солдат, которым дал приказ, я должен сделать. Сюда нагнуть, сюда, сюда. В какой момент? То же самое, когда здесь делают. Я вот никак не могу понять, когда люди бинтуют и жмут вот так. Ну да. Я никак не могу понять. Это что? Сама Салдамаза? Ну как так вот? Я не могу это излом, чтобы когда кисть это вот так они берут, так вот. Но они вот, они ее толкают. Блять, почему у меня даже щелкнулся. Почему нельзя его так взять? Почему боксер-то не так бьют? Чтобы пищи сломать. А здесь зачем мы так делаем? И я смотрю это, это распространенная тема. Вот так. У тебя есть кулак. Вот уже придумали, как бить. Так возьми штангу-то. Вот она. Она сразу попадает в кость. Почему она так-то висит? Я говорю про бодибилдинг. Потому что если брать про тяжелое, которое жмет, они же жмут ее так. Может быть это как бы определенного рода пружина. Здесь заматывают специально. Она там подпружинивает еще. Может быть. Но с точки зрения, если мы говорим про кач, то все должно быть жестко. Так, спину чуть-чуть вперед. Правильно? Давай начнем. Ага. Сильно-сильно досядет. До груди. Дотянуть. Не до живота, а живот вовнутрь. До груди. Вот так. Смотри вверх. У нас впереди цель. Вот так. Без дровка, без дровка. Вот так. Вогтик себе. Сильнее, сильнее к себе. Выдавишь. Еще сильнее к себе. Еще сильнее. Просто выдавим. Вот так. И еще раз. Ну что, нормуль? Да. Я думаю здесь сделаем два подхода. Хватит еще. Ладно. Потому что потом сделаем суперсерию. За голову и протяжку. Вот у нас в ФББ, у нашей Русской Федерации, да, Российской ФБФР, Нельзя. Никакие не скрутки. Вот фронтальный бицепс, двойник должен быть вот, по одной линии ноги, и вы должны стоять фронтально. То есть какой-то скрутки, где-то чего-то, это не позволяет. Давай так сделать. Нет. Что? Не должно быть. Все, нельзя. Есть прям регламент по позам, что вы должны стоять фронтально. Скрутка. Это в этом самом Элитпро? Нет. ФБФР, вот наша Любительская Федерация. Она посмотрела. Все. Там даже в классик физик вот эти вот позы, их как бы типа не приветствовать. Вы должны стоять фронтально. Все. Нельзя скрывать. Нельзя попытаться казаться, чтобы талия уже была или что-то. Нельзя. Чтобы глаз замылился, да? Да. Бикини сейчас даже тоже. Нельзя сильно отклонять тасс. Ну поэтому, что мы имеем? Широкие тассы. Да. Что надо, блин? На всех работай. На всех судей поработай, блядь. Смотри, отвертится. Сука, никакой эстетики не стало, блин. Сами отрубили, все. Теперь что жалуемся? Скоро все вообще развалится. Очень хорошо. Еще. Безрывка, безрывка, натягивай. Вот так и нажимай. Вот сейчас. Вот так. И еще раз. Понял, что такое натягивать? Да. Безрывка, вот ты взял и начинаешь натягивать ее. Не просто дотянуть. Ага. Угу. Угу. Аж сами и зарубили все. Раньше было искусство. Раньше люди хотели делать произволку. А сейчас такими позами, блядь. Что делать-то? Нахрен надо? А в NPC это осталось? В NPC вообще внимания на самом деле не обращаются. Блядь, вот поэтому. Да, да, да. У них даже мэнс физики. Они в линейке могут стоять по-разному. Так в итоге понимаешь в чем дело? То есть люди, когда это создают, блядь, они столько не понимают. Для судей они говорят, что лучше судить. Но картинка для зрителя и для публикации, для фотографий, которые идет в массы, она отвратительная. Она обычная, статичная и не интересная. Абсолютно. Просто если бы он хотя бы фантазию проявлял, и мы увидели бы человека такого, да, у него хоп. Ой, какой красивый мужчина тут, блядь. Хуйня, блядь, что-то. Согласитесь, бодибилдик это же не только развитие мышечное, да? Подача, подача. Каждый из шести топ-6, да, стоит. И двойник, и каждый показывает по-разному. И каждый выигрышный для себя. И ты оцениваешь именно искусство позирования. Конечно. Конечно, в этом и заключается. А все стоят как в инкубаторе спереди, вот так, и сравнивают, блядь. А раньше, если вспомнить раньше школы, сразу было видно, кто арба, кто более-менее старается. И была эстетика, и тогда понимали, что хотя бы это можно было больше продать обычному человеку, что такое бодибилдинг. А сейчас мы просто хотим показать груду мяса. И пытаемся, чтобы еще маленький живот был. Ну, они апеллируют тем, что сравнение – это сравнение. А если хотите показать, как вы умеете позировать, второй раунд произвольных программ. И что, как они его оценивают? Показываете там. Они туда даже не смотрят. Ну, давайте. Факт. Ну, то есть, в основную оценку, если ты сравнение выигрываешь, второй раунд никак не влияет. Практически. Если по форме. Как позиционируется? Как шоу? Как шоу, да. Абсолютно правильно. Только шоу имеет успех. Они же с точки зрения продать это шоу позиционируют. Обрати внимание, даже если вот… Я, может быть, ошибаюсь, поправь меня, да? Фигурное катание. Оно шло-шло, и все встало. Потом придумали из этого шоу, и опять поднялось. Правильно? Ну, вот, грубо говоря, это всегда должен быть элементом чего-то. Иначе оно становится неинтересным. Ну, в Америке же как? В Америке нету… Я бы вообще сегодня разрешил бы даже сопровождение светом под произвольную программу. Ну, такое прям. Да, и предложение было изначально… Я тогда еще говорил на одном из собраний. Я говорю, сегодня у нас 21 век, блядь, еще бумажки, записочки, но это полный трэш. И тогда сказал, что я бы рассудил так. Вот был бы планшет у главного судьи, который… Ну, там, заметки, это все лирика. Но судить так. 40% пропорции, причем пропорции не так, как ты рожден, потому что, ну, понимаешь, возможности у всех разных. Как развитие. А если ты можешь скрыть, ну, грубо говоря, так ты широкий, так встал, блин, смотришь, блин, в тень поставил, красив, блядь. Ну, как. Выиграл. Нашел. Сумел. 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 Понимаете, вот в Америке, мы все, все говорят про Америку, вот про Америку. А в Америке промоутер создает шоу, организовывает для того, чтобы продать его. В Америке проще, братуль, я же говорю, смотри, в Америке этот треугольник. Федерация, спонсор, спортсмен. Да? Да. Все замкнуто. Все, и понятно, все выигрывают. Все выиграют. Спонсор. Спонсор, что делать? Он помогает Федерации, помогает спортсмену. Спортсмен выступает, он интересен и Федерации спонсору. Он делает шоу. Блядь, а здесь нужны, есть спортсмены, есть все. Зрители приходят на этого спортсмена. Спортсмен, чем больше улыбается на фотосессии, тем больше зрителей. Бля, все охуенно. А у нас что? А у нас это все спонсируется. Подожди, подожди, опиши наш треугольник, блядь. Спортсмен. Сука, ромб, который хуй поймешь, где заканчивается, блядь. Факт. Факт. Ну, пиздец. Тема интересная, блядь. Он уже остыл, блядь, подожди, меня развел, блядь, только бы не работает, лишь бы попиздеть. Сильнее, сильнее, плечами, сильнее, сильнее, плечами. Давай. Во. Сам не отклоняйся. Во. Еще. Давай, 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 давай. И еще раз. Мы сегодня бьем тем, что объемом людей, которые сделали взносы в выступании на странах. У меня вопрос, кто все эти люди? Мамы, папы, братья, сестры. Нет, я имею ввиду, кто начинает выступать, какую квалификацию они прошли. Я понимаю, как бы раньше все было очень просто. Сейчас хочу поехать туда, блядь, поехал. Какой рейтинг, блядь, соревнований? Как мы выращиваем чемпионов, блядь? Какая стратегия? Никакой. Все хранично. Мы, блядь, в Красноярске. Так, мы теперь думаем, я сейчас кого бы мне пригласить. Вот это, вот это, вот это, вот это. Блядь, ради чего? Вы были на Сибири? Был. Нет, я к Денису с большим уважением. Нет, 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 я не к тому, я вообще просто говорю. Это классный, у него хороший потенциал, но он, он, он заведомо, мне нет продолжения с такой историей, с такой игрой нет продолжения. Развитие. Из нее надо уже делать мистер Олимпию. Но она и так не будет таким образом. Потому что туда может попасть кто угодно, по приглашению, блядь, а не за заслуги. Да не по приглашению, это обычно турнир, туда летят все. Я тебе говорю, а если бы это был бы эффект, эффект квалификации, чтобы попасть на Сибириан пауэр шоу. Ну вот как Байкал, на гран-при Байкал. Туда же только по приглашению спортсменов-то делали. И делать, ну например, да, в таком формате, да. Есть компания, есть группа спортсменов-топовых любителей, которые в том числе, которым в том числе тогда платили деньги, и неплохие платили деньги, им назначают время и место, где будет оплаченный фотограф для того, чтобы сделать снимки. На сайты, журналы, куда угодно, рекламные. Из семи-восьми спортсменов приезжает один-два на фотосъемки. Потому что у одного персоналка, у одного жопа болит, у другого еще что-нибудь. И в этой компании уже я эти вещи заслужил. А теперь так тебе скажу. Когда у меня был контракт с профессиональной лигой, там еще был с Ершовым, я не мог себе такое позволить. Если мне сказали приехать, я приезжал. Болит у меня жопа или не болит жопа? Вот, это уже вопрос даже не к компании, а к самим спортсменам. Готовы ли они отрабатывать? Знаешь, почему? Потому что он в душе же кто? Мистер Олень. Мистер Олень. Ебать. Ха-ха-ха. Колотить, да. Он уже, блядь, великий, нахуй. Мастер спорта, блядь, по бодибилдингу. Все. Вот Андрюх у нас на фотосессии, вместо семи человек команды, фотографировал три человека, блядь. Блядь, мне кажется, это просто неуважение. Соколова, блядь. Который сам устроил эту фотосессию, блядь. На грудь? За голову. Стоп-стоп-стоп. Давай, помнишь, прогиб. Не-не-не, вот здесь, вот так, вот так нужно, да. Более ровно спина, да. Я сказал, прогиб убрать, да, молодец. Вот, и не прогибайся, да, я лучше помогу. Руки до конца нет. Плечи вниз. Вниз. Вот, плечами сильнее. Вот так. Без рывка. Помнишь, натягиваем? Еще. Локти в сторону тащи. Еще. И еще раз. Молодец. Все правильно, Андрюх сказал. Качки распиздяй. Зачем платить деньги, блядь. интересная тема ты обратили как ему стало тяжело после второго упражнения начал уже хуйня заниматься просто надо если или тренироваться или разговаривать хорошо перед собой пауза вверху растянул растянул стена 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 локти в стороны локти тени в стороны растягиваю 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 и еще и еще раз пошли на протяжку делай как на лыжах вперед палки туда нет сильнее вот так туда не закидывать туда по инерции хорош хорош в сильнее сильнее плечами сильнее палки поставь вниз 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 сильнее вот туда и по окружности и еще два и еще раз вот так и сюда не закидывай там инерционное движение темночка развивается просто следующее видео будем блять просто качаться и ничего не услышать и подкаста вам нахуй никакого не будет роман шалеолин обиделся все больше ничего не скажешь пошли следующий подход слушайте как я пыхчу кряхчу два три голову держи на одном уровне о без рывка перед собой руки не вытягиваю плечи о сейчас нажимать чуть дальше о больше больше плечами мне не просто назад а еще раз смотри я прошу тебя сделать движение которое идет изначально ты вниз туда и к себе плечи должны больше ходить а ты стараешься натянуть за счет того что будет больше ход ты больше нальешь сюда про друге все все понимаю да и блять отдышаться раз разошелся тоже напали тут на меня он хоть еще молчит ходит двух двух нахер под замес попадешь руки не растягивать вон плечах вот так перед собой и быстрее раз два еще еще быстрее еще еще два отлично вообще огонь ромчик красава еще сильнее к себе доводи сильнее прижимает себе вот того часто руки может подсгибать конце и подсгибать вот так как чтобы аж туда в течку нормой когда руки подгибаешь спина вот до сих пор памф не держится нет такого что к концу тренировки она такая уже учет того что у нас говорили еще на начало получили результат который хотели все хорошие прям очень хорошо зашло тяга тяга хорошо поболтали я вот подвох вот понял вот как там там тяжело было когда мы потянули и потом этот разговор спортивное питание и пошло пошло за больное заделали лишь бы не качаться мне кажется это интересуется ваш у нас для этого подкаст есть но он когда будет во первых это твои проблемы я понял ты мне еще обещал на прошлой неделе вы сделать кстати тон про косячил подкаста нет потому что не он 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 на себя камеру на везде и вот так помощи все цепочка пошла косяков короче в общем ребят я сегодня получал пизды из-за вас что вы задаете вопросы поинтересуюсь у александр по поводу ваш кроссовок спрашивала про шторевки в этих же были кроссовки что это за кроссовки интересовать на нашу на детские американцы пацаны вот для вас все делаю пизде ли я сегодня получал то что плохо тренировался и за кроссовки я тоже пизде ли получит поэтому спасибо за просмотр следующий ролик на канале после этого будет подкаст всем пока спасибо до новых встреч